Полёты во сне и наяву Это импровизированная гостиная, радио 1 Самые дорогие для меня люди, самые дорогие для меня гости Сегодня день особенный Сегодня я делаю подарок самой себе и вам всем Потому что мы встречаемся с человеком, очень нами любимым И у нас сегодня есть совершенно такое право абсолютно спокойно объясняться ему в любви бесконечно И говорить ему самые тёплые слова Потому что 12 июля, его день рождения И мы приветствуем в студии народного артиста России Александра Домогарова Армин, у меня сейчас крылья вырастут просто, они уже выросли Уже выросли крылья, спасибо огромное, спасибо за поздравления Спасибо, да, 53, да, 53 И это прекрасно, и такая цифра красивая И настроение, потом мне кажется, что летом, в середине, в апоге лета Вообще появляются на свет особенные люди Ты знаешь, всегда в детстве было обидно, потому что я так завидовал тем, у которых день рождения Сентябрь-май, потому что можно было классом поздравить Ты принимал поздравления Именинники клали конфеты Класс выходил из классной комнаты, клали конфеты Тебе дарили подарки А я вот 10 лет тогда учились, 10 лет я был этого лишён Потому что я июльский И меня никто из класса не поздравлял Все уже съезжались, и я конфеты не мог положить Потом на последние два года, 9 и 10 класс бабушка сказала Что, ну, у тебя же 12 сентября именины Поэтому, может, 12 сентября это делать Вот, и я последние два года делал это 12 сентября в школе А самые тёплые, всё равно день рождения такой, ну, детский в чём-то Самые тёплые какие-то вот картинки из детства Твоё лето, твоя зима Ну, день рождения он всегда как-то отмечался родителями, бабушкой и братом Всегда выезжали, ну, в моё детство это Красная Пахра Это посёлок писателей, композиторов, музыкантов, поэтов И мы жили у приятеля папы Через забор жил Твардовский, через дорогу жил Бунаевский Теперь по этой же улице живёт Тодоровский и Валеров на даче своего папы То есть был такой посёлок и атмосфера, мы делали кукольные спектакли, мы обменивались какими-то подарками Ну, 5-6 лет, 7-8-9, ну, это же такое самое замечательное И я всегда просыпался и думал, ну, что же, что же меня ждёт, что же меня ждёт в детстве, что? Какие подарки маму с папой, какие у нас сегодня кукольные игры Нет, это было всегда прекрасно 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 Прекрасное детство А вот правда же, что есть вещи, которые, ну, на генетическом уровне впитываются и остаются И когда мы говорим о семье, я как раз, ну, так, предвосхищая мой вопрос Мне кажется, что ты один из тех немногих артистов, для которых понятие истории И сейчас абсолютно без пафоса, истории, страны, и то, что не случайно, что ты живёшь в Подмосковье, мы ещё про это будем говорить И, в частности, такая тема, как Великая Отечественная война, это не просто тема для творчества А это вещи, ну, внутренние, основополагающие, связанные с тем, что отец прошёл войну Да, я понимаю, понимаю, понимаю вопрос Я поздний, да, я поздний ребёнок в семье И, видимо, очень долгожданный для родителей Потому что у нас с братом разница ровно 10 лет, 7 июля 12 июля, 53-63 И отец, и мама Почему, наверное, настолько Вот наше поколение ещё как-то оценивает эту Оценивает, знает, помнит По рассказам родителей По рассказам дедушек, бабушек По рассказам родственников И мама и папа очень сильно хлебнули в это время Очень сильно хлебнули Мама практически умирала Бабушка её спасла от малокровия Ну, практически она уходила Бабушка сделала какие-то ненаверные усилия Надо было Кормились лебедой с Воробьёвых гор, понимаешь Это, наверное, было страшно А папа в 41-м году уехал в Алматы Они снимали фильм Суворов Он сыграл небольшой эпизод От Амана Платова Потом приехал, вернулся в театр И со съёмок и сказал Василий Дмитриевич Попов Что нет никого Отпустите Мать не знаю где Отец уже не живёт Отпустите И ушёл, ушёл Потом под Оржев ушёл Это сейчас мы понимаем, что такое Оржев Это, наверное, можно поставить Знак равенства Сталинградской битвы Оржев Сталинград и Оржев И когда ещё был в силе папа И хорошо себя чувствовал Он как-то так легко это всё рассказывал Как С таким чувством Йора Поэтому, когда мы сейчас перепрыгивали Ставили Марата То когда Андрюш Шаров придумал, что всё белое Белое, белое И когда жизнь входит Я сейчас уже про пьесу «Мой бедный Марат» И когда появляется присутствие какой-то жизни Появляются цвета Мы уже начинаем различать цвета Воспоминания светлые Воспоминания светлые, белые И при том ужасе, который был Они всё равно остались светлыми А жизнь привносит в нашу жизнь Краски, разочарования, обиды, боли И мы уже живём в красках Мы видим красное Мы видим чёрное Мы видим зелёное Мы видим раздражающий нас свет Наоборот, успокаивающий нас свет И вот я к чему говорю, что отец рассказывал про войну светло Светло Про это страшное время, которое там несколько месяцев было И вот когда отец Вот уже там непосредственно за 2-3 года до ухода Вдруг, видимо, на него хлынули те воспоминания Нехорошее воспоминания И я приходил в некое такое состояние Ну, мягко говоря, неловкости Потому что от одних рассказов Я такой живым воображением обладал, наверное, и обладаю И я эти картинки рисовал И мне становилось жутко Поэтому это величайшая трагедия, да? Которая произошла с этим народом И не знать об этом Это грех, я считаю, большой грех Не чтить людей, которые положили свои жизни Которые остались живы Которые нам подарили эту жизнь Это грех Поэтому у меня какое-то, ну, святое Слишком громкое слово Нет, святое, святое отношение к этому Святое отношение И родители Родители прививают, наверное, детям Воспитание, да? Родители, основная Основная часть лежит на родителях Которые дают своему ребенку тот фундамент Которым он будет пользоваться в жизни И пользоваться Может быть, не сразу Может быть, он не понимает, где эти кирпичики лежат Но кирпичики заложены Если они заложены То эти кирпичики очень точно работают Может быть, не в 5 лет, не в 10 Они могут заработать и в 18 Это мой личный пример Потому что, может быть, я в 13-14 не очень осознавал А в 17-18 произошел какой-то Ну, такой Ну, переворот сознания, что ли Переворот характера какой-то Он стал более мягче Он стал более Я стал более вслушивающимся Более внимательным Все как-то изменилось А вот это, я считаю, что это те кирпичики Которые вот они Вдруг Плавающая почва устаканилась И они встали как фундамент За что я им очень благодарен, конечно Своим родителям, своим родным Которые со мной были в детстве И так далее Я хотела, во-первых, еще раз напомнить нашим слушателям Что мы встречаемся с Александром Домогаровым В его день рождения И говорил он об одном из спектаклей Вошедших в такую современную нашу театральную историю В Москве Это спектакль «Мой бедный Марат» В театре Моссовета Который шел сначала на камерной сцене В сцене под крышей Потом был перенесен на большую Потому что невозможно было уже в эти перьяншлаги выносить И обиды с тех, кто не мог попасть на этот спектакль И он зажил У него какая-то вторая волна была Второе дыхание Арбузов поставил Андрей Житинки на спектакль Сколько он был в репертуаре? Выпустили мы в 95-м году Да, и вот до последнего ряда 2005, 15, 16 Можно посчитать, сколько То есть это и он такой 9 мая играли всегда Мы выпускали его Под юбилей Победы И, честно говоря, была мысль Что это, ну, такой Мы называем датский спектакль К дате, да? К дате И какое-то такое было Ну, отыграем год Полтора-два И, ну, как датский спектакль Любой спектакль К юбилею, к дате Он достаточно, его жизнь Недолгосрочна Недолговременна И он уйдет А нет А он не то, что не ушел У нас был замечательный случай в Израиле Мы приехали Привезли милого друга И привезли моего бедного Марата Это одна из наших первых поездок Боих в Израиле На гастроли Театра Морсовета И у нас один спектакль Я сейчас не помню Городу, где мы играли Мы всегда в Москве привыкли к каким-то реакциям Спектакль идет без антракта Все три акта арбузовские Несколько долго Два сорок, два тридцать Это долго, наверное, без антракта Но мы пришли к выводу Что вырывать спектакль не имеет смысла Нельзя Нельзя делать антракт Это разрушит то, что вот Создается И создается такая линия жизни этих трех людей Трех молодых людей Которые начинают жить Потом что-то в жизни происходит Один уходит Второй уходит Она остается одна Потом второй приходит Потом первый приходит Потом опять уходит И в результате получается вот та картинка Которая с ней может соглашаться, не соглашаться Счастливая, несчастливая судьба и так далее И мы играем в Израиле И привыкли к каким-то реакциям Нет реакции Тишина Нет ли А глаз не видно? Тишина У нас темная дыра Тишина И мы за кулисами Когда редкие моменты Мы встречаем стрём Нет, это провал Это что происходит? Провал Но вообще ничего Ни хлопка, ни хихи Ни хаха Ничего И мы думаем Ну все Ну вот Вот оценка вашего труда Господа Зажигается свет Мы выходим на прокон И сидят люди Которые Мягко говоря В годах Которые плачут И не могут аплодировать И постепенно Начинаются аплодисменты Которые Они встают Эти люди И тут мы понимаем Что это не провал Это та победа Которая Вот когда нет Реакции нет И вдруг Вот это все Накопление Залом За эти два с половиной часа Оно Вылилось на нас Вот этим вот Огромным Огромной благодарностью Вот в этой тишине Вот это вот случай С Маратом Который В принципе Потом Иногда повторялся Мы считали Что это высшая награда Не реакция зрителя Во время спектакля Во время действия А именно Вот когда они Реагируют Таким образом Ты в театре Исключительно Избирателен И вот в общем Практически Про каждый спектакль Ну и первая Такая волна Как боевое крещение В театре армии Как которые прошли Мне кажется Вся московская элита Актерская И это правильно Потому что Если ты сыграл На этой сцене Невозможно Потому что Это невозможно И дальше Ты можешь играть Все везде На стадионе И так далее И кстати Интересные были роли Потом Приходит В театр мосовета Спектакли Все долгожители Все легендарные Все определившие То есть Я считаю Что странная история Доктора Джекела Мистера Хайда Вообще Определила То что может быть В академическом Театре С точки зрения Музыкального спектакля Потому что Потом Когда мы Стали на коленке Строгать мюзиклы На площадках Неприспособленных Да Это уже все Что называется Во многом Отлукаво Вы это сделали Показали Что вот он Музыкальный спектакль Где поем Живьем Где Все по-настоящему Марат Кстати Милый друг Чудесная история Потому что Я должна сказать Что там Александр Домогаров Был партнером Замечательных Актрис И главное Маргарита Терехова И это тоже История театра Это мне кажется Такое Да Одна из последних Да Это Одна из последних Ролей Начательных И тоже Долгожитель Тоже почти 12 12 лет Как удается Угадывать Как вот этот Выбор театрального Материала Безошибочный Да Представляешь Это наверное Это Ну я не знаю Там Ты на моменте Принятия Решения Не знаешь Во-первых Просчитать успех Это нереально Это невозможно Я очень люблю Слово Яну Приходится Иногда Всегда думаешь Всегда думаешь О том Что театр Должен быть Энергетическим Театр должен Обладать Такой энергией Внутри Спектакля Что Понятно Что в зал Приходят Разные Разные С разными С разными Характерами С разными Сегодняшними Ситуациями Что-то не понравилось Что-то понравилось Кто-то разозлил Кто-то поругался И кто-то наоборот Поднес цветы Хорошее настроение Кто-то сделал предложение Люди разные 1200 зал Они разные С разной Эмоциональной Простите меня Окраской У меня были моменты Когда я действительно В театре видел Красно-зеленые пятна Мы не видим У нас черная дыра Да Я могу Ну примерно Увидеть головы Первые два ряда Но потом я не вижу У меня черная дырка Потому что Везде Везде Свет И дело не в этом И дело Дело не в этом Дело в том Что вот эти красные пятна Красные пятна для меня Всегда были Люди Которые Ну Мягко говоря А ну-ка А ну-ка покажи Ты киношный И понятно Что есть Какое-то Определенное количество Минут У тебя Десятку Минут Чтобы Эти красные пятна Позеленели Это уже хорошо То есть Это уже добро Да Уже какое-то Предрасположение Поэтому Я не знаю Какой там Выбор Но Милый друг Был интересен Ну Самим Простением Житинкиным Этого Замечательного Романа Гидома Басана И вообще Как это можно было Я на себя Это никак не мог Примерить И никак не мог На себя это прикинуть И в этом обжиться Какое-то долгое время Но потом Это стало каким-то своим Может быть Это еще какая-то Определенная черта В моем характере Появилась Потому что Я всегда говорю Что люди Артисты Одевают маски Но Ты можешь носить маску Два часа Ты можешь носить маску Три часа И снимая ее У тебя остаются Частички клея На лице А если ты ее носишь Десять лет То там уже Не частички клея Там кое-что Больше остается Потом ты Следующую маску Одеваешь И тоже ее носишь Десять лет И к твоей Приобретенной черте Характера Прибавляется Еще черта Характера Потом ты эту маску Снимаешь И говоришь Хорошо Я мерю третью маску И вот Какой-то результат Когда ты понимаешь Что Я есть Я Домогаров Есть У меня есть Мой характер У меня есть Моя Моя точка зрения Мое видение Мои уши Мой язык Но Я понимаю Что я оттуда взял И оттуда я взял Мне это понравилось Это черта характера Мне понравилось Это черта характера Мне понравилось Ходить прямо Как все равно Мне понравилось Это отдельный разговор Ты упомянул Джеки Да В каждом из нас Есть это У нас У всех есть скелеты Шкафы Не рассказывайте Мне что их нет Они есть у всех Другое дело Мы частенько В этот шкаф Заглядываем Или не частенько Мы в этот шкаф Заглядываем Но то что они есть И мы знаем это И всячески Стараемся это И говорить Что нет 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 Я блеваю пушист У меня этого есть У всех есть И Что-то я уже Заговорился Про выбор Поэтому все эти Маски 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 И выбор Выбор Все равно я хотел Я давно хотел Я мечтал И мне казалось Что я вижу Как это делать И мне казалось Что я знаю Как это делать Почему я обожаю Театр Это все Все твои домыслы Прекращают Своё существование Ровно в первый Час репетиции Вот что бы ты ни придумал Поэтому уже Вот за какое-то Количество Десятков лет Я себе сказал Наверное Это Гениальное учреждение Театра Я имею Потому что Если ты себе говоришь Что да Я работал Я работаю в театре Там Сать лет Но вот у меня пьеса Вот у меня Лежит белый листочек Я говорю Я белый лист Ребята Мой опыт Это Набор штампов А вот как мне себя заставить Начать говорить Языком этого человека Который вот сейчас У меня написан В пьесе Я читаю буквы И я ещё не знаю Какой характер у меня И не получается этот характер Поэтому Как будто Сираногл Вдруг мы поняли В первой репетиции Что мы не умеем читать стихи Господа Но Сираногл? Мы не умеем читать стихи И я первый Это не умею А потом Н-ное количество месяцев Репетиций Спасибо большое Павел Шухонскому Который был так Корректен И говорил Понимаете Вы не соблюдаете рифму Надо вот Эту рифму Рифму Это вот это Вот почему Вот у вас Концы фраз И вдруг ты понимаешь Да, концы фраз Это всё замечательно И когда ты добиваешься Сейчас я закончил Когда ты добиваешься Что стихотворная форма Она остаётся стихотворной формой А зритель через 15-20 минут Слышит прозу Они вдруг отходят от того Что ты говоришь стихами Они не слышат стихов Они слышат прозу И смысл Прозу Ну смысл Проза Красивая Красивая проза Стихи Да ладно Перестань Есть конечно ударные моменты Поэтические Это замечательный перевод Шепкина-Куперник Но у нас И Соловьёв И Шепкина-Куперник Совмещенный такой перевод И Ну все говорят Что Шепкина-Куперник Лучше чем даже Растан Чуть-чуть Чуть-чуть Ну чуть-чуть поэтичнее Покрасивше Так сказать Вот И Не умеешь читать стихи Потом эту прозу А потом ты понимаешь Что 10 лет 12 лет Спектакль идёт И Ты находишь в этом Такое чувство Удовлетворения Такое чувство полёта Такое чувство Правильности этого героя Хотя он Далеко не правильный Далеко не ангел Далеко не ангел Далеко не ангел Это моё твёрдое убеждение Хотя Зрители меня уже взяли в обратном Он такой Он такой справедливый Он ничего не справедливый Он сыграл в игру Он сыграл в игру А сколько людей положил Которых вот С людьми нельзя играть Да Во имя своего самолюбия Он сыграл в игру Как-то меня не любят А вот мальчика любят А мальчик А мальчик А мальчик красноязычен Какая беда Так я подскажу тебе Как себя вести И вдруг Когда человека убили Когда девушка ушла в монастырь Он был смертельно ранен Вдруг понятно Что весь твой Вот этот иллюзорный мир Который ты придумал Превратился в крах И ты вынужден Больше 10 лет Ходить на поклон К этой женщине И не Можешь себя заставить Рассказать правду Только когда ты понял Что тебе Подходит Время Ты понимаешь Что уже осталось Несколько Несколько Очень мало времени Ты говоришь Да Это вот так произошло На самом деле Но вот это Вот это отважный поступок Но ведь тоже Сколько лет держался А что касается Джеки Лейхайда То повторяю Что у каждого И скелет в шкафу И это очень интересная штука Вот это добро и зло Да И Стивенсон вроде как Написал повесть Которая заключается Только в одном Что Адвокат читает Его письмо Да Вся повесть Это письмо Из нее потом Сделали пьесу Ее из нее сделали пьесу Я не помню По-моему В 80-90 Я сейчас могу Подсохнуть Экранизации киношных И женщины играли Доктора Джеки Леймистра Хайды И мужчины играли И такие И всякие Хайды И один артист Играл и Хайды И Джеки Леймистра И разные артисты играли Джеки Леймистра И Хайды У нас великий Смоктановский играл Джеки Леймистра А Хайда Хайда не помню А Фигура Саша Фиклистов Что не помню Саша Фиклистов Играл Хайда И у нас Получен был разговор Что На что будем играть Саша Я говорю Есть такая Песка Тень называется Шварцев Да Я говорю Да Устаревший материал Да Давайте напишем Либреты Там где Вот явно Так уже Пыльно Напишем Либреты Споем под музыку Он говорит Хорошо И уехал в Америку К дочке Приезжает из Америки Говорит Есть Вы хотите Все вот о раздвоении Личницы Пожалуйста Вот американский Бродвейский музыкал Который идет Бродвей Джеки Лейхар Мы собираемся Слушаем Это все узким Достаточно кругом И понимаешь Музыка мощная Но вот так Чтобы я Вот как себе Музикал Или музыкальный Драматический Представил Вот мне нравится Есть шлягер А тут я понимаю Что я вышел И я не могу Не напеть Я понимаю Что она хорошая Но я не могу Напеть А я могу Я ее в 25 раз Смогела В 25 раз Когда я В 25 раз сыграла Я тебе ночью Разбуди меня Спаю Вот И понятно было Что И было интересно Вот тебе работать Потому что Вот И в какой-то момент Ты себя ловишь Что ведь это же Но Стивенсон Тоже был такой Человек странный Достаточно И Пытающийся С себя Как личность Тоже раскачать Да И он Видимо Где-то Понимал Что такое Вот это Твое второе я Которое нельзя Выпускать Потому что Как только Это второе я Видит свет Оно Начинает Вылезать Выползать Наружу И Загнать его Обратно Все тяжелее Тяжелее Потому что Ты начинаешь Обладать властью Над людьми Потому что Ты уже Не смотришь На людей Как на людей Все их переживания Тебя мало касаются Ты занимаешься Только самим собой А это зло А зло Во-первых Оно обаятельно Во-вторых Оно иногда Бывает красиво Есть такая Замечательная притч Знаешь Когда приходит Смерть к человеку Очень красивый человек И Которому она Пришла Он говорит Ты кто? Он говорит А я твоя смерть Он говорит Как ты моя смерть? Ну почему все думают Что смерть должна быть Старая С косой Вот я Почему меня не любят? Если есть я То вы должны ценить жизнь Почему вы рисуете меня Старухой С косой Я красивый человек Меня надо любить Вы же любите жизнь А не будет меня Вы будете любить жизнь И вот про это Вот второе я свое Вот это вот Очень страшно И видимо Семенцин недаром Недаром придумал Что надо убить Самого себя Который выпустил Я и не может Загнать второе я И не может его Запустить обратно Убрать обратно Потому что с каждым днем Сильнее 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 Вот он уже выходит Сам по себе Вне лекарства Вне Вне способа Как его выпустить Он проявляется Проявляется И загнать его обратно Все труднее и труднее Как только Я это Это люди Как только мы понимаем Что у нас есть Власть над людьми Это же очень сложно Когда ты понимаешь Что ты силен В этом плане А это вседозволенность Это вседозволенность Разрушающая Вседозволенность Разрушающая Всех вокруг Ну так что Очень интересно Дорогие друзья Студия Радио 1 Народный артист России Александр Домогаров Полеты во сне Народный артист Снамен Дорогие друзья Дорогие друзья Полеты во сне Наяву С Нармин Самый любимый Самый дорогой Для нас Гость Артист Которого Как мне кажется Нам не хватает Последний период Потому что Мы действительно Его очень любим И хочется Видеть его чаще И в театре И в кино У нас студия Народный артист России Александр Домогаров У меня уже выросли крылья Выросли уже Не знаю куда Его убрать Ну и крылья Всегда Нам необходима Наша программа Зато полеты во сне Наяву Поэтому про полеты Это последний вопрос Традиционный Я только хочу сказать Всем кто наверное Сейчас вот думает Ну как же вот Хотелось бы поздравить Любимого артиста Увидеть его Вы знаете У вас будет такая Возможность чудесная Это я к тому что Цветы и подарки Не в студию А буквально через Два дня 15 июля Это у нас пятница Мы встречаемся В театре Моссовета На спектакле Дядя Ваня Александр Юрьевич Вы Я считаю что Лучший астров А я много видела Мне даже стоит бы сказать Но я даже помню Олега Ефремова В роли астрова Я правда маленькая Еще была Но помню Я видел по видео Я видел только по видео В московском художественном театре И вообще Ну образ Вот этого доктора Такого У Чехова Мы сейчас У Чехова Платно переходим Мне кажется Что это лучший астров И я этот спектакль Безумно люблю И я на нем буду И если кому повезет Туда попасть В общем Мы увидим Александра Юрьевича И сможем его поздравить Лично Вот 15 июля И 17 июля Воскресенье Спектакль Вишневый сад Это самая свежая Из чеховской трилогии Работа Мы вот Сейчас говорили О вот этой Амбивалентности героев О том что Добро и зло И это такая Ну Яркая Западная литература Я думаю что Очень много еще всего Нужно будет Александр Юрьевич Вам сыграть От ужаса От ужаса Даже на вы Перешла Потому что я считаю Что конечно Впереди у тебя Фауст Конечно вот эта Вот история Взаимоотношения Да И Заглядывание На темную сторону И Ну ряд таких ролей Мощных Макбета уже сыграл Макбет Был сыгран В польском театре Это тоже Важная такая история Вообще кстати Мы еще вот о чем Не сказали Что Домогаров Ворвался в мировой Кинематограф Потрясающей роли В саге Огнем и мечом Ежи Хоффмана Которая стала Это как бы Я цитирую Актеры Которые там сыграли Три главные роли Их популярность Была сравнима Разве что С популярностью Битлз И действительно Вот этот Пройти эти медные трубы Это надо было Особым мужеством Обладать И при этом Александр Юрьевич В руках он вернулся И здесь продолжал играть Как играл В театре Правильно говоришь? Ну да Там было Там было очень Проблематично С одной стороны Проблематично С другой стороны Потому что я должен был Уезжать из Москвы Наверное количество месяцев Приезжать Из Польши Возвращать свои долги Театру Играть спектакли Потом опять уезжать Потом приезжать Возвращать долги Театру И после Действительно Вот этого Ну это хорошо Говорить задним числом Что действительно Это был успех И слава богу Что я его пережил С одной стороны С другой стороны Тогда Слава богу Что я мало осознавал Что это такое Потому что у меня Это было дико Достаточно дико Дико Что нельзя выйти Из гостиницы Дико Что тебя с полицейским Сопровождают Дико Что тебя не смяла толпа И это было непонятно Но вот так это было Потом была следующая работа У Макбилла Заркевича Это сестра Агнешки Холланд Работающая в Голливуде Агнешка уехала в Голливуд Холланд осталась Здесь И я у нее отработал В картине И потом было действительно Приглашение Краковского театра Богателева С Макбетом Это была авантюра Та волна Которая была И я понимал Что надо выйти На сцену Краковского театра Такой Мекки Театральной Польши Я понимал Что приедут все Ну Скажем так Первочередная Когда уже Задача Когда спектакль Сложился И понятно Что он Он имеет право быть Он просто Действительно Имеет право быть Язык Мне надо было Говорить На сцене Без акцента И тут я вспомнил Рассказы Всех наших Легионеров Которые Работали На Западе В Тепнотеатре Рассказы были разные Я сейчас не буду Передавать Что артисты Рассказывали Но ситуации Были критические Потому что Уже Чужая страна Чужой язык Как там ни крути Чужой менталитет Это все на тебя Накладывает отпечаток И мы были вынуждены До премьерной Там Две недели С утра Приходить в театр Был прогон До трех часов С трех До четырех Был Отдых Обед И так далее И с четырех С полупятого До Там Знак бесконечности Был Сцена была Без артистов Я был один Вместе с педагогом По речи И по языку И я громко Потому что Вот этот порог Переступить Начать громко Говорить на другом языке Это очень тяжело Громко Мы проходили Весь спектакль От начала до конца Следующий день Это до премьерной Две недели Прогон Обед С трех До десяти Прогон Обед С трех До десяти Мы сыграли спектакль В зале стояла Полная тишина Типа Израильского Марата Потом были аплодисменты Ко мне подошла Улыбающаяся Моя педагог Сказала Без акцента Но на этом Поскольку надо было Сыграть почти 65 спектаклей Блоком Блок 30 Блок 30 Каждый день Кроме понедельника Рабочий день Начинался в одиннадцать Весь спектакль До трех Отдых Спектакль В одиннадцать Весь спектакль Один Громко До трех Весь спектакль И Говорить о том Пойду я еще раз На такой авантюр Я не знаю Вот уже не знаю Уже Нет пойду конечно Характер Характер Сволочной Пойду Я умом понимаю Что заставить себя Сделать то Что тебе неудобно Это высший пилотаж Да Это суметь себя Сломать Надломить Это может не получаться Это катастрофа Ты себя Сгрызаешь Себя Изнутри Весь Потому что Ты говоришь Это не мое Я плохой Я плохой артист Но Вот эти вот Адовые муки Я по другому не знаю Адовые муки Которые Ну если ты Если ты занимаешься Этой профессией Недаром Если ты Недаром занимаешься Этой профессией Она тебя Она тебя Изводит изнутри Это бессонные ночи Это Это Разрывание Самого себя На части На куски Потому что Ты не можешь понять А что я делаю Не так Ну вроде как Все Нет Не то И ты Как бы Тебя могут хвалить Туда Не туда Но ты же внутри Сам понимаешь Что нет 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 И вдруг Что-то какое-то Происходит Волшебный Щелчок То ли это Как на свой фильм В школе Перед накопления Ты понимаешь А это логично Что я в таком пиджаке А это логично Мне удобен Мне 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 удобно Ходить с моноклем Мне удобно Это моя Ага И мне удобно Присесть Но потом Самое страшное Наступают Прогоны И если Генеральный Прогон Удается И премьеру Удается То это же Великий Закон Тороспект Его никто Никогда Не отменял Потому что Ты взлетел У тебя Все получилось И ты вот Отчасти Наверное Это Честь Тихологически Ты летишь На этой волне И второй Спектакль 98% Это Всегда Не очень Хорошо Потому что На этой волне И вдруг Все у тебя Начинает Дружиться И ты не понимаешь Почему я здесь Сажу Почему этот Монокль Мне мешает Он у меня падает С ремиз И это у меня Упало У меня трость Начинает падать Все Ломается Ломается Это страшное Ощущение У тебя Выбивают Пол из-под ног Все Ты не умеешь Хоть Почему-то На третий Все как-то Более-менее Опять Тормализуется И вот уже Здесь система Наката Здесь уже Система наката Не давать себе Если ты не даешь себе Спокойствия То ты в этом Начинаешь Существовать Начинаешь в этом Набирать 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 Мясо 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 На эти косточки Они Косточки обрастают Мясо 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 Мышцы Мышцы И вот ты уже Ты уже живешь Ты уже Плечики расправил Вот ты уже ходишь Уже в своей уверенной походке И так далее Страшная кровь Нет Ну вот по поводу Гаева Да я повторюсь Что это правда Прорыв Это не значит Что надо теперь Все время прыгать Так сказать Ну какие-то Невероятные Приключения Судят зрители Судят зрители Себя судить Со стороны Это такое Неблагодарное Дело Такое Неблагодарное Я так не люблю Смотреть кино С собой Да Свидетельствую Потому что Если театр Да Ну все великие Сказали Кино этот Канат Натянутый Протянутый По полу И ты не упадешь Потому что Не твое искусство Это искусство Режиссора Искусство монтажа Потому что Можешь замечательно Играть сцену И сыграть ее Наверное И собираешься Ты в кино На 2-3 минуты А здесь Простите меня Ты в 7 Вышел В 10 Ты ушел Со сцены И зритель голосует Ногами Он либо уйдет Либо останется И встанет Либо просто похлопает Но в зависимости от этого Как ты его Как ты его цепанул А кино от тебя Зависит То есть Зависит на съемочной площадке Да Но потом это уже Искусство монтажа Искусство режиссера Искусство Мысли Которые он преследует Что он хочет Объяснить нам Зрителю А мы Вот то средство Выражения Мысли режиссера Да Вот это мое Такое убеждение А к чему я это Начал говорить Что мы говорим Что прыгать Может быть все время Не нужно В какие-то невероятные вещи Вроде Гаева Но то что это было сделано Это как бы Очевидно совершенно Это определенная Такая синусоида Но если говорить про кино Саша Я очень просто спрошу Действительно Под 100 картин Есть совершенно Выдающиеся Есть безумно Любимые Такие Как детские Да Все равно Вот я как девочка Выросшая на Гордомаринах Вот хоть вы Меня все убейте Все равно это прекрасно И мы это Безумно любим Есть очень много Сериальной продукции Качественной То есть в любом случае Качественной Но тем не менее Зачем тебе это нужно? Ну Правда Кать Ну 90% Качественной продукции Потому что Я не считаю Что сериал Хороший Хорошая сериальная продукция Чем-то отличается Ну да Конечно Отличается от глобалок Типа огнем Мечом Конечно Отличается Но Если хорошие сериальные истории Хорошие режиссуры В сериальной истории То Ты поставлен В более жесткие условия Чем в кино В кино Более комфортные условия Три минуты Две минуты В день Киношный вариант Три Ну Четырех минутах Не идет разговор Если кино Ну не идет Три минуты Четыре Но это я не знаю С таким натягом А когда ты поставлен Ситуацию Двенадцати минут В день Если опять повторяю Если это хороший материал Хороший режиссур Который также требовательный Но ты Зажат в ситуацию Минимум времени И максимум Это школа Это школа Я сейчас Не хочу обидеть Мыло И не хочу Обидеть То что происходит Там 285 серий У меня Слава Богу Такого никогда не было Хотя Не зарекайся Никогда Но Это другие Другие истории Это все то же самое Кино Только оно более сжато По времени Более Насыщенно внутри Потому что Ты должен Сыграть Не одну сценочку А ты должен Примерно в день Сыграть Три-четыре И желательно Хорошо Поскольку День материал Хороший И тебе нравится Материал И ты стараешься В этом как-то Быть убедительным И Такая же Колоссальная работа Проходит Перед съемками Во время съемок И после съемок Только это все Более сжато А тебя не смущает Напоминаю Что в студии Александр Домогаров Мы сейчас говорим О кино Тебе не смущает Способ потребления Этого продукта Потому что В театре Мы умираем Вместе с тобой Три часа И мы сконцентрированы Только на том Что ты делаешь На сцене А когда я смотрю сериал Я могу пойти Налить себе чашку чая Можно Можно во время рекламы Да К сожалению Но Это так Но с другой стороны Они друг друг Как мне кажется Что театр И кино Либо там Как ты говоришь Сериальная продукция Да Есть люди Которым повезло Они снимаются только в кино Киноартисты Я Мне в кино повезло С режиссурой Может быть небольшие роли Но я практически С Великими Ты поработал Начиная Простите меня С Вайды И Андрей Сергеевич Кончевовский И Соловьев У меня Не хочу никого обижать Сейчас есть Кого-то Сейчас Не в фамилиях Дело Я с Великими Поработал в кино А для театра Сейчас Та ситуация Что Зритель смотрит Конечно Телевизор К сожалению Да Ну или к счастью Смотрит телевизор Для нас Для артистов Иногда счастье Если это хорошая работа Которая идет по телеку А потом Зритель думает Это в телеке Это хорошо А вот что-то я фишку увидел Он в театре что-то играет А пойдем-ка И вот это Талакмусовая бумажка Которая проверяет тебя Как профессионал Потому что если ты В кино Опять повторяю Для меня Кино это не наше искусство Это искусство режиссуры И оператора Да Как они преподнесут твою внешность И как режиссер склеит твой характер Киношный Если ты на театре докажешь Что ты не хуже А лучше Вот тогда Можно сказать Что твоя миссия Выполнена В сериалах В сериалах В сериалах Да это заработок Да это еще Это ремесло Очевидно совершенно И еще момент Я не против ремесли Да Я тоже Потому что это самый честный способ Зарабатывать себе на хлеб И еще момент доступности Действительно люди смотрят телевизор В разных маленьких городах В селениях И мы переходим к нашей любимой теме К теме Подмосковья Александр Домогаров Живет в Московской области В поселке Манихи На Вестеринском районе И я очень благодарна Александру за то Что он очень поддерживает Целый ряд программ В рамках губернаторской Программы нашей в Подмосковье Мы за этот краткий период Уже многое осуществили Мы сделали Акцию Первый зритель Когда концерт Такой вот Новый авторский проект Домогарова Был представлен Для наших гостей Для людей Социально незащищенной Группы населения Здесь в Доме правительства Московской области Это было очень трогательное Я очень благодарен Дому правительству Который поставил площадку А встреча какая была? Встреча Волновались мы тоже Потому что мы чуть-чуть Изменили программу И мы ее гнали без антракта Мы практически два часа Не сходили со сцены И Всегда вот Повторяю Отдача Отдача вот этих Детишек Которых Привезли в креслах И которые хотят с тобой Сотографироваться И взять твой автограф Может быть он им не очень нужен Но вот сам факт То что они могут Могут Видеть Могут слышать Могут присутствовать И вот эти глаза Вот эти глаза Это дорогого стоит Вот дорогого стоит И то что мы делали С вами на Равдубне Это для меня Дорогого стоит Это вот как раз Тот момент Когда Ни деньги Ни слава Тебя не интересует Совершенно Это донести мысль Донести Да Вот Мы вернем с начала разговора К сожалению Это поколение Не очень знает Что такое война Но и слава И слава богу Что они не знают И слава богу И дай бог Чтобы ее не было То что вот рассказывают Родители там И родственники То что память должна быть В этом я не сомневаюсь Слава богу Пускай не знают Но Чтить это Чтить это И уважать это Надо этих людей Которые все это прошли Поэтому Программа наша с тобой Вот вы и в Дубне Ну Высоцкий Да Это такое Дань поэту Дань его Опять таки Взорванному Разорванному сердцу И душе Который Сгорал на этом деле Который пытался донести Для своих слушателей Зрителей Что такое правда Что такое неправда Что такое несправедливость Что такое справедливость Это было больно Ему это было неприятно Но он упорно шел Этой дорогой Били 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 Гладили Но в основном Это был Тернистый путь Я хочу об этом пути Говорить Я хочу Чтобы слушали Великих поэтов Я хочу Чтобы они слушали Вертинского Незаслуженно забытого Я хочу Чтобы они смотрели Левитанского Я хочу Чтобы они смотрели Висбора Все остальное Можно послушать Я ничего не имею Против радио Хит-фм Но у них свой слушатель Дай бог мы найдем И нашли своего слушателя Нельзя забывать корни Нельзя забывать о том, что нас питает Нельзя забывать Гумилева Нельзя забывать в программе Гумилев у нас Мы стараемся как-то так все Собрать Да, мало времени Хотя можем играть 6-7 часов Пожалуйста, хотите будем Никто это не выяснил Ты знаешь, вот встречались мы Кстати, в студии с Никитой Высоцким Твоим другом, который очень ценит Потому что он сказал, что Петь, произвести Композиции Высоцкого Это должен быть равномасштабный человек Это вот без тебя был разговор Просто я его озвучу И для него очень ценно, что в этом проекте именно ты И всю музыкальную корму, кстати, с живым Очень хорошим оркестром С живыми музыкантами Эту историю мы хотим развивать Потому что для Высоцкого Подмосковье Это место его очень частых концертов И здесь, собственно, был последний концерт Последнего выхода на сцену в Королеве Поэтому я вот сейчас закидываю пока эту тему Я думаю, слушатели поддержат Я надеюсь, что это вырастет целую программу Ну это замечательно Замечательно проехать Ну если это, да, Владимир Семенович касается Путь Высоцкого, как мы говорили Дорога Высоцкого подмосковной Это хорошо Это, опять же, ты хорошо сказал, что это живое Живое исполнение, живая музыка Да, это Тимур Ведерников со своей командой Это 9 музыкантов И когда зритель видит, что это живо Что, извините, можно иногда и ошибиться Не все мы заведенные роботы Потому что можно И иногда и текст вылетает Поскольку, ну, есть момент волнения Но когда зритель видит, что люди остановились И заново начали Это явная не фанера Конечно Это явная не фанера Это такой нерв еще живой Во-первых, это общение артиста-музыкантов Артиста с артистами Которые вот в нашем с тобой проекте Они выполняют роль чтецов Это стихи, это рассказы, это песни Это стихи, воспоминания, рассказы, песни Это какой-то вот такой вот жанр Который мы с тобой и с Никитой придумали Что он многопланов Так скажем, многопланов Музыка энергетичная Очень энергетичная Повторять Высоцкого нельзя Его надо попробовать донести Ну, донести мысль хотя бы Если это нам удается, то это фан Я считаю, что это очень хорошо Мы стараемся, потому что Я ей на концертах говорю, что это маленькие пьесы У него нет песен У него нет куплет-припев Куплет-припев, куплет-припев Нет такого У него есть одна история Которая им там рассказана Им Повторять его Хрипеть, как он Ну, можно, наверное Но мне кажется, не нужно А попытаться рассказать эту историю И музыкально И голосом И сделать акценты На, простите меня, на 2017 год Чтобы я достучался до 2017 года И желательно не 40 плюс А желательно 17 плюс То есть начать с 17 плюс Может быть, им будет не очень интересно Ну, первое время А может быть, в 17 лет В 17 лет он послушает А в 20 лет он будет переслушать Я же не знаю, что будет Я вот про те кирпичики Про те кирпичики в фундаменте Может быть, что-то такое заложим А уже пора Они вырастут Они вырастут Они будут уже создавать что-то Дай бог создавать Дай бог Они будут двигать И надо закладывать сейчас Пока им 12, 11, 10 лет Закладывать то, что в них проснется Или до своей ростки в 17-18 Я думаю, что это такая мне очень нравится нота Потому что хоть сейчас и середина лета И праздник И день рождения С которым мы поздравляем Александра Домогарова Еще раз хочу сказать о любви А вот это Вот есть такой кредит любви Кредит доверия Вот он бесконечный Потому что, ну, ты его возвращаешь Ты работаешь Ты все время даришь Новые роли Новые впечатления нам Я уверена, что и кинопроект будет Не будем пока называть Но такой большой, мощный Да, у нас не будет Да Но то, что мы сейчас, завершая разговор Говорим вот о том, чем мы будем заниматься В Московской области Я прямо сейчас начну разрабатывать Эту концепцию Главное, что есть желание это сделать Я уверена, что мы со слушателями Может быть, мы радио один Возьмем в наши такие креативные партнеры И они будут вместе с нами По городам Дорога Висоцкого Это все фиксировать Мы встречаемся Поздравляем Александра Домогарова уже лично 15 июля На спектакле «Дядя Ваня» в театре имени Моссовета И 17 июля на спектакле «Вишневый сад» И ты опять работаешь Даже в свою такую дню рождения Семьи реальдинческую неделю Да, да, да Нет, у меня, ты знаешь, у меня Был один Один вечер Я пришел на концерт К очень нашему известному Человеку К Филиппу Киркорову На его концерт И он сказал У меня сегодня 45 лет Моей мамы нет Несколько лет А я ей дал слово Что в свой день рождения Я буду работать И я Все дни рождения После ее ухода Я работаю В свой день рождения Это тот праздник, который Мой праздник И ваш праздник То есть я делюсь своим праздником С вами А вы дайте мне Это хорошая позиция Мне кажется В свой день рождения работать Вообще это надо нести точно В закон В закон Ну вот мы сегодня в эфире С днем рождения И обещаю, что будешь чаще появляться На ипотопластинных площадках Будете звать, буду появляться Спасибо Спасибо Сегодня в студии Радио 1 В программе Полеты во сне Наивус Нармин Был народный артист России Александр Домогаров Спасибо большое